По информации американской разведки, российские военные обсуждали возможности сроки применения ядерного оружия в Украине. Суда с украинским зерном вновь идут через Басфор после того, как Россия вернулась к черноморской сделке. По оценкам ООН, с начала российского вторжения свои дома покинули 14 миллионов украинцев, что стало крупнейшим перемещением лиц за последние десятилетия. Власти Германии согласовали масштабный план социальной помощи, включающий торможение цен на газ и единый проездной билет для всей страны. Российские военные в середине октября обсуждали возможности сроки применения ядерного оружия в Украине. Об этом сообщила New York Times, ссылаясь на данные американской разведки. При этом газета подчеркивает, что президент Владимир Путин не принимал участие в этом разговоре. В недавнем заявлении Министерства иностранных дел России о предотвращении ядерной войны говорится, что цитата «реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается России исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства». Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби не стал комментировать информацию New York Times, но подчеркнул, что само обсуждение темы применения ядерного оружия вызывает встревоженность Вашингтона. «Мы до сих пор не видели никаких признаков того, что русские ведут подготовку к такому использованию, но все это вызывает у нас глубокое беспокойство. То, как Путин говорит об этом, было бы безответственным с его стороны, как и с нашей стороны, было бы безответственным не воспринимать всерьез этот и любой другой индикатор, за которыми мы наблюдаем». Участившуюся ядерную риторику со стороны России связывают с ее растущими потерями на поле боя, в то время как Москва обвиняет Запад в намеренном нагнетании темы. «Расчеты, пост немедленно!» Суда с украинской сельхозпродукцией вновь идут через Босфор, после того, как Россия вернулась к участию в зерновой сделке. Сообщается, что это удалось благодаря дипломатическим усилиям Турции, одного из гарантов соглашения. По словам президента Реджепа Тейпа Эрдогана, на возобновление сделки в ходе телефонных переговоров согласились министры обороны Турции и России. Украинская сторона выразила благодарность Инкаре. В Киеве, как и на Западе, при этом подчеркнули, что возвращение к сделке удалось добиться благодаря тому, что международное сообщество проявило твердость и не поддалось на шантаж России. В Москве же заявляют, что вернулись к сделке после того, как получили от Киева достаточные гарантии того, что зерновые коридоры и суда-зерновозы не будут использоваться в военных целях. В минувшие выходные в Кремле заявили, что из этих районов или даже самих зерновозов были запущены дроны, атаковавшие Севастопольский порт, что и стало поводом для выхода из соглашения. Украина и ООН опровергали эти заявления. В Москве изначально заявляли, что не выходят из сделки, а лишь приостанавливают участие в ней. Ну и после такого шага Украина, Турция и ООН продолжали отправлять сюда. Проход не был согласован лишь в среду. Украина и ООН Гранди признал, что гуманитарный ответ выглядит как капля. При этом Верховный комиссар ООН отметил, что не стоит забывать и о других странах, сталкивающихся с массовым перемещением лиц. Среди них Эфиопия, Афганистан, Сирия, Мьянма и Демократическая республика Конго. По словам Гранди, мир должен уделять им внимание на более справедливой основе. Тысячи сторонников Жаира Болсонару собрались в среду перед казармами в Рио-де-Жанейро, Бразилия и Сан-Паулу, требуя от военного командования не допустить прихода к власти левого политика Луиса и Насию Лулы да Силбы. Он менее чем на 2% голосов опередил ультраправого действующего президента на выборах главы государства, которые прошли в минувшее воскресенье. С тех пор ситуация в районах, которые считаются вотчиной Болсонару, все больше накаляется. Сторонники президента при поддержке тысяч водителей и грузовиков перекрыли сотни автомагистралей по всей стране. В среду полторы сотни оставались блокированы. Напряженность и протесты подпитывало молчание уходящего президента, которое он хранил двое суток после оглашения результатов голосования. Наконец, во вторник, Жаир Болсонару предстал перед прессой, назвав выступления своих сторонников мирными. Он прямо так и не признал своего поражения, хотя сообщил, что будет действовать в соответствии с Конституцией. Между тем, победитель выборов, бывший президент Бразилии Луис и Насию Лада Силова, готовится к своему возвращению к власти 1 января. В отличие от двух других сроков, нынешний мандат придется на трудные времена для бразильской и мировой экономики. Ему предстоит возглавить страну, разделение в которой достигло крайних пределов за период судорожной эпохи Жаира Болсонару. Власти Германии согласовали детали масштабного плана объемом в 200 миллиардов евро, помощи домохозяйствам и компаниям в условиях беспрецедентных цен на энергию. Главная мера – торможение цен на газ. Государство намерено оплачивать до 80% потребления, но не сразу. Некоторую скидку граждане получат в декабре, но в целом общественные организации, крупные предприятия и школы станут платить меньше с 1 января, а домохозяйство – лишь с 1 марта. Кроме того, в Германии вводится единый проездной билет за 49 евро в месяц, с которым немцы могут пользоваться общественным транспортом и пригородными поездами по всей стране. Предполагается, что он как позволит семьям сэкономить на проезде, так и заставит хотя бы некоторых водителей пользоваться общественным транспортом. Летом в стране действовала аналогичная программа всего за 9 евро в месяц. Столь масштабные меры Берлина уже вызвали критику в ЕС. Там опасаются, что объемные вливания средств без координации с соседями приведут к росту цен в других странах. Американский Центробанк продолжает решительные шаги по борьбе с инфляцией, которая в сентябре составила 6,2%. Как и ожидалось, по итогам своего ноябрьского заседания, Федеральная резервная система США объявила о новом повышении ключевой ставки до уровня от 3,75% до 4%. Сегодня Федеральный комитет по открытым рынкам повысил нашу учетную ставку на 75 базисных пунктов. И мы по-прежнему ожидаем, что дальнейшее повышение будет уместным. Мы целенаправленно переводим нашу политику на уровень, который будет достаточно ограничительным для возвращения инфляции к 2%. И поступающие данные после нашего последнего заседания говорят о том, что конечный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее. Это шестое повышение с марта и самый высокий уровень за 15 лет. Такая политика означает, что стоимость кредитов продолжит расти не только в США, но и во многих странах мира. Экономика США продолжает расти. Однако при последовательных повышениях процентных ставок рискует впасть в рецессию в следующем году. Северная Корея запустила еще три ракеты в сторону Японии. Одна из них, по данным Сеула, могла быть межконтинентальной. При этом все они, как сообщается, упали в Японское море. Ранее Пхеньян предупреждал о мощном ответе на проходящие совместные учения ВВС США и Южной Кореи. КНДР в последнее время регулярно осуществляют запуски ракет. В начале октября одна из них пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Китайские власти заблокировали 600 тысяч человек в районе крупнейшего в мире завода по производству айфонов, после того, как рабочие предприняли попытку побега во избежание карантина, связанного со вспышкой коронавируса. Власти ввели семидневный локдаун в районе завода тайваньской компании Foxconn в городе Джанчжоу, что приведет к резкому сокращению производства на предприятии, где собирают 4 из 5 смартфонов Apple. Суд Флориды приговорил устроившего стрельбу в школе Парклинда к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Ранее коллегия присяжных не смогла вынести единогласное решение о смертной казни для подсудимого, что вызвало гнев родственников жертв. 14 февраля 2018 года 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в старшей школе Марджери Стоунман-Дуглас, в результате которой погибли 17 человек. Две крупнейшие аптечные сети США, обвиняемые в причастности к эпиоидной эпидемии, выплатят штрафы в размере 5 миллиардов долларов. Это позволит урегулировать практически все претензии и требования, с которыми они столкнулись в судах различных уровней. Скандал, связанный с эпиоидной эпидемией, начался еще в 2018 году. Тогда выяснилось, что с конца 90-х в США из-за слабого контроля властей за распространением опиоидных анальгетиков от передозировки опиатов умерло тысячи американцев. Многие приобрели зависимости, стали наркоманами, принимая рецептурные обезболивающие, содержащиеся в препаратах. Продолжение следует...